Мы продолжаем работу нашей школы. Пожалуйста, прошу всех рассаживаться по местам. Лектор у нас на подключении. Я вам с удовольствием представляю главного специалиста отдела использования и публикации архивных документов Российского государственного военного архива Валерия Александровича Арцебашева. Валерий Александрович, мы очень рады приветствовать вас в Елабужском институте Казанского федерального университета. Пожалуйста, тему лекции вы озвучите. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить перед столь большой аудиторией. Тема моей лекции посвящена советско-германским отношениям в 1939-1941 годах, которые уже давно находятся в центре внимания широкой общественности, что обусловлено исключительной значимостью проблематики, связанной с участием гитлерской Германии и Сталинского СССР во Второй мировой войне с их действиями на международной арене в период с конца августа 1939 года до 22 июня 1941. Особенно острые дискуссии до сих пор вызывает подписанный более 80 лет назад советско-германский договор о ненападении. Причем многие считают именно этот документ спусковым крючком Второй мировой войны. Полагаю, всем хорошо известно, что в сентябре 2019 года Европейский парламент одобрил резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, в которой предпринята попытка возложить вину за развязывание Второй мировой войны не только на гитлеровскую Германию, но и на Советский Союз. Более того, широко распространено мнение о том, что после нападения Германии на Польшу СССР и Третий Рейх действовали на международной арене сообща, стали лучшими друзьями и чуть ли не союзниками. Действительно, с момента подписания советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 года начался новый этап в отношениях между Москвой и Берлином. Вместе с тем, есть основания говорить о том, что всяческие попытки сделать этот договор главной причиной Второй мировой войны, уравнять Советский Союз с нацистской Германией, не имеют ничего общего с историей. Огромный массив подлинных архивных документов – это лучшие средства в борьбе против подобного рода политических спекуляций и фальсификаций. Покажите, пожалуйста, слайд номер два. Именно поэтому в 2018 и 2019 годах российскими архивами под руководством Федерального архивного агентства был подготовлен ряд крупных интернет-проектов и историко-документальных выставок, посвященных так называемому Мюнхенскому сговору, предвоенному политическому кризису 1939 года и началу Второй мировой войны. В рамках данных проектов было опубликовано несколько сотен архивных документов, которые рассказывают о том, как в действительности развивалась ситуация в Европе накануне и в первой неделе мирового конфликта 1939-1945 годов. Слайд номер три. Можно? Сейчас все эти документы доступны в сети интернет, и с ними может ознакомиться любой желающий на сайте президентской библиотеки имени Ельцин, где размещена первая часть комплекса цифрованных архивных документов, кино и фотоматериалов, отражающих предысторию, ход и итоги Второй мировой войны. Большая работа по формированию данного комплекса документов, начатая в 2020 году по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, еще продолжается. Но сегодня мне бы хотелось познакомить уважаемых слушателей с некоторыми рассекреченными архивными источниками, которые еще предстоит опубликовать на сайте президентской библиотеки и которые рассказывают о малоизвестных страницах советско-германских отношений на начальном этапе Второй мировой войны. Слайд номер 4. Переходим к основной части. Когда утром 1 сентября 1939 года войска вермахта вторглись в Польшу, две немецкие группы армии начали стремительное наступление в общем направлении на Варшаву. Уже через две недели польские вооруженные силы фактически были разгромлены немцами. В ходе успешного наступления германских войск в Польше руководство Третьего рейха рассчитывало на совместные действия вермахта и Красной армии против войска польского. Однако советское правительство, не имея таких обязательств перед Гитлером, сочло целесообразным уклониться от подобных действий и предоставить немцам возможность самостоятельно нанести поражение польской армии. Именно заключение в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении и секретного дополнительного протокола о границе сфер интересов Германии и СССР позволило Советскому Союзу сохранить нейтралитет, а самое главное – поставить четкий предел к продвижению вермахта на восток. Это было очень важно в интересах безопасности страны, и, к тому же, Советский Союз не обязан был воевать на чьей-либо стороне. Покажите, пожалуйста, пятый слайд. Поход Красной армии, как известно, начался только 17 сентября 1939 года. В ноте наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, врученной польскому послу Вацлаву Джебовскому, сообщалось о решении советского правительства взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии по причине того, что польское государство и его правительства фактически перестали существовать, а сама Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу СССР. Интересно, что такая необычная формулировка появилась в официальной ноте не сразу. В Российском государственном архиве социально-политической истории РГАСПИ сохранился проект этого документа, текст которого первоначально носил ярко выраженный антигерманский характер, но впоследствии был опубликован в печати в смягченном виде. Согласно первоначальному тексту ноты, оставленную без руководства Польшу, в Кремле рассматривали как удобный плацдарм для легкого и стремительного продвижения войск вермахта в Восточную Польшу с выходом к советским границам, что вело к чрезмерному усилению третьих держав, то есть Германии, за счет Польши и представляло серьезную угрозу безопасности СССР. Кроме того, советскому правительству действительно была небезразлична судьба украинцев и белорусов, которые оказались, как было написано в проекте ноты, под угрозой избиения и разорения со стороны немцев. В ходе своего наступления германские войска все же продвинулись заметно восточнее сферы интересов СССР. Поэтому для советского правительства было важно, чтобы немцы как можно скорее ушли обратно на Запад. В этой связи 20-22 сентября 1939 года было согласовано, а 23 сентября опубликовано в печати, советско-германское коммунике об установлении демаркационной линии между вермахтом и Красной Армией. Покажите слайд номер 6. Вот в частности 22 сентября 1939 года передовые части 6-го кавалерийского корпуса РКК вошли в Белосток, чтобы принять его от немцев, которые в тот же день и покинули город. Подобная процедура была проведена и в Брест-Литовске. По недоразумению ее очень часто называют совместным военным парадом коммунистов и нацистов. Немцы по своим соображениям действительно хотели провести полноценный совместный парад. Но комбригу Кривошейну, командиру 29-й легкой танковой бригады РКК, удалось отклонить это предложение. Поэтому на фотографиях, в частности здесь и в кинохронике, можно видеть не совместное прохождение войск, а торжественную процедуру вывода германских частей из Брест-Литовска и передачи его советским частям. Комбриг Кривошейн находился рядом с немецким генералом Гудерианом всего лишь в качестве наблюдателя. К тому же мероприятие в Брест-Литовске абсолютно не соответствовало требованиям, которые в отношении проведения парадов оговаривались в строевом уставе пехоты РКК 1938 года. Как свидетельствуют архивные документы, установление демаркационной линии между вермахтом и Красной армией было воспринято на Западе, в частности во Франции, как показатель того, что СССР решительно встал на путь защиты своих национально-государственных интересов. В те дни полпредес СССР во Франции Яков Сурец сообщал Москву, что французы сходятся на том, что демаркационная линия между советской и германской армиями в Польше крайне выгодна для СССР. И не только потому, что под контроль советского оружия поставлена очень значительная часть Польши, но и потому, что создан заслон на ранее намечавшихся и наиболее вероятных путях гитлеровского наступления против СССР. Отвод частей вермахта на Запад осуществлялся, однако, не без проблем для советско-германской дружбы в кавычках. Например, в донесении начальника политуправления РКК Льва Мехлеса от 24 сентября 1939 года сообщалось о задержке немцами передачи города Драгобыч советским войскам. Мехлес писал, что желание задержаться в Драгобыче вытекает из задачи побольше, культурно в кавычках, ограбить город. В Драгобыче большой пожар, горят нефтепроводы, промыслы пока не задеты. Немцы вывозят из Драгобыче массу имущества, тоже они проделывают и с другими районами, пытаясь оттянуть свой вход с нашей территории. В конечном итоге, немцы все же были вытеснены из города, а учененный ими пожар потушен в течение суток, вопреки мнению германского генерала, который во время переговоров утверждал, что для ликвидации пожара понадобится не менее месяца. Подобные трудности дипломатического порядка были не единичны. Архивные документы свидетельствуют, что войска вермахта в стремлении эвакуировать как можно больше изнаграбленного имущества и, будучи стеснены наличием дорог и транспорта, отходили медленно, задерживаясь главным образом в городах и на железнодорожных линиях. Слайд номер 7. Спасибо. 28 сентября 1939 года во время очередного визита министра иностранных дел Германии Риббендропа в Москву был подписан советско-германский договор о дружбе и границе и ряд дополнительных, в том числе секретных протоколов к нему. Казалось бы, произошло окончательное сближение родственных тоталитарных режимов, тем более, что после завершения переговоров обе стороны, следуя дипломатическому этикету, рассыпались в любезностях и произносили много тостов за сотрудничество между двумя странами. Однако архивные документы показывают, что советско-германская дружба существовала только на словах. В конце сентября, в начале октября 1939 года СССР заключил пакты о взаимопомощи с прибалтийскими странами, приступив тем самым к расширению своего влияния в этом регионе путем создания военных и военно-морских баз. При этом действия Советского Союза в Прибалтике не только диктовались интересами безопасности страны, но также носили, по сути, антигерманский характер. В то время это хорошо понимали даже немцы. Вот так, например, по данным советской разведки, в первых числах октября 1939 года германский военно-морской атташе в СССР Баумбах в беседе со шведским военным атташе заявил, что один из германских адмиралов впадал в отставку, мотивируя свое решение тем, что он не может в дальнейшем отвечать за безопасность германского флота в Балтийском море. Когда советский флот отвоевывает себе одну за другой выгодные позиции. По словам Баумбаха, русские морские силы стали прямо угрожать безопасности города Мемеля и Восточной Пруссии. Слайд номер 8. 26 октября 1939 года заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Потемкин направил Сталину догладную записку, в которой поделился своими соображениями относительно решения германского военно-морского командования отправить военные корабли в устья Финского и Рижского заливов, якобы с целью выявления контрабандного сырья для Великобритании. Потемкин писал, что немцы заинтересованы в том, чтобы иметь возможность наблюдать, что предпринимает СССР в Прибалтике для создания новых военно-морских баз, аэродромов, как совершаются передвижения и дислокации наших военно-морских и воздушных сил, и, наконец, каким образом обеспечивается связь между нашими новыми базами и Кронштадтом. С этой точки зрения, подчеркивал Потемкин, крестирование немецких военных кораблей у входа в Финские и Рижские заливы представляет для нас, то есть для СССР, самые серьезные неудобства. Со стороны Германии посылка военных кораблей в этот район является недружественным актом в отношении Советского Союза. В своей докладной записке такие действия немцев Потемкин объяснял следующим образом. Цитата. Германии не может нравиться, что международное общественное мнение злорадно констатирует ее уход из прибалтийских стран и отказ от всех своих позиций в этой зоне в пользу Советского Союза. Посылая свои военные суда в район, прилегающий к берегам Латвии, Эстонии и Финляндии, Германия напоминает о том, что она остается сильнейшей морской державой Балтики. И с этой стороны патрулирование немецких военных кораблей в указанной зоне следует рассматривать как демонстрацию, направленную и против Советского Союза. Важно также отметить, что даже после начала Второй мировой войны, как у Сталина, так и у Гитлера не было никаких иллюзий относительно перспектив дружеских отношений между двумя государствами и их военно-политического сотрудничества на международной арене. Покажите, пожалуйста, слайд номер 9. В фондах Российского государственного архива социально-политической истории сохранился любопытный документ. Это служебный выпуск ТАСС от 16 октября 1939 года с сообщением иностранной прессы о том, что Гитлер пригласил Сталина посетить Берлин и, возможно, в случае благоприятного развития событий, сам приедет в Москву с официальным визитом. Но, прочитав это сообщение, Сталин, как это хорошо видно на слайде, синим карандашом сделан на документе по мету «Ха-ха», что довольно ясно дает понять, как советский руководитель относился к возможности лично встретиться с германским фюрером. В свою очередь Гитлер, выступая 23 ноября 1939 года на совещании с руководством Вермахта, заявил, цитатом, «Россия в настоящее время не опасна. Она сегодня ослаблена многими внутренними событиями. Кроме того, у нас имеется договор с Россией. Однако договоры соблюдаются лишь до тех пор, пока она будет считать это для себя выгодным. В настоящее время Россия имеет далеко идущие задачи и, в первую очередь, усиление своих позиций на Балтийском море. Мы можем выступить против России лишь в том случае, если мы освободимся на Западе». Иными словами, руководство Третьего Рейха по-прежнему считало СССР смертельным врагом Германии. Как сообщала советская разведка, об этом прямо говорил германский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс в «Узком кругу приближенных». Более того, в этой беседе, состоявшейся в декабре 1939 года, Геббельс, рассуждая о позиции Германии в отношении Советского Союза, откровенно заявил следующее. «Мы используем сейчас русских во имя Туманного Союза, а в действительности же для того, чтобы они помогали нам победить Францию и Англию, чтобы нам разместиться повсюду, где это найдет необходимым, сделать наш главный штаб и чтобы окончательно свести наши старые счеты самой России». Безперспективность советско-германских отношений после начала Второй мировой войны фиксировали сторонние наблюдатели. На слайде номер 10 изображена фотография возвращения посла Франции в Москве Поля Наджиара в Париж. Так вот, по данным советской разведки, Поль Наджиар не верил в возможность подписания договора о военном союзе между Германией и СССР. Он считал, что советское правительство пользуется положением, стремясь взять обратно свои бывшие области и получить стратегические базы, но оно не имеет никакого намерения связывать свою судьбу с Германией. Вместе с тем, в 1939-1941 годах между Москвой и Берлином активно развивалось торгово-экономическое сотрудничество, которое, однако, не было безоблачным. Не утомляя уважаемых слушателей цифрами и статистическими данными, стоит лишь отметить следующее. Слайд номер 11. Как свидетельствуют архивные документы, Германия была серьезно заинтересована в советских поставках сырья, но в то же время стремилась к максимальным выгодам, затягиванию сроков своих военных поставок и снижению их боевой ценности. Со своей стороны, СССР также не очень торопился снабжать Германию всем тем, в чем она нуждалась для ведения войны. Например, 22 мая 1940 года германский министерский советник Карл Риттер, беседая на одном из приемов с полпредом СССР в Германии Александром Шкварцевым, выразил недовольство ходом хозяйственных переговоров с Советским Союзом, особенно по вопросу о поставках нефти. Риттер заявил, что немцам необходим бензин именно в данный момент, а не в августе-сентябре, когда война якобы уже будет закончена. Для разрешения всех возникших вопросов Риттер даже намеревался посетить Москву. Как известно, в мае-июне 1940 года события на Западном фронте начали развиваться стремительно. Вермахт перешел в широкомасштабное наступление, что привело к быстрому разгрому Франции и краху первой антигерманской коалиции западных держав. В этих условиях Советский Союз приступил к укреплению своих геополитических позиций в Восточной Европе, предъявив ультимативные требования странам Прибалтики сформировать дружественные СССР-правительства и согласиться на размещение дополнительных контингентов войск Красной Армии на территории Эстонии, Латвии и Литвы. В немалой степени таким действиям Советского Союза способствовали как намеревания Германии в отношении Прибалтики, так и прогерманские настроения правящих элит прибалтийских государств. В начале июня 1940 года резидент советской внешней разведки в Литве передал Москву агентурные данные о том, что на одном из секретных совещаний таутинников, это члены Союза литовских националистов, обсуждались планы Третьего Рейха относительно будущего Прибалтики. Слайд номер 12. В частности, на этом совещании было сделано следующее сообщение, исходящее якобы от германских дипломатических и военных кругов, позволю себе большую цитату. Во-первых, Германия считает себя главной руководительницей судеб прибалтийских стран и особенно Литвы, несмотря на то, что Литва, как и вся Прибалтика, находится в сфере влияния Советского Союза. Во-вторых, германское правительство недовольно тем, что в момент германо-польской войны литовское правительство не захватило Вильна, а получило его от Советского Союза. В-третьих, Германия намерена преобразовать государственное устройство прибалтийских стран, создав из них Соединенные Штаты, с предоставлением первостепенной роли Литве как самой дружественной и географически близкой к Германии. За это Литва должна свои интересы подчинить интересам Германии. К этому можно лишь добавить, что президент Литвы Смитона и его окружение были не прочь сговориться с Германией, так сказать, предаться в ее руки и через это остаться у власти. А литовские правые круги открыто предпочитали протекторат Третьего Рейха. В конце июня 1940 года правительство СССР потребовало от Румынии возвратить Советскому Союзу Бессарабию. Москва, между прочим, никогда не признавала ее захват румынами в 1918 году и передать Советскому Союзу в северную часть Буковины. Слайд номер 13. Вот фотографии о событиях этих. Согласно архивным документам, румынский король согласился на ультиматум СССР, но только после того, когда им были получены заверения от германского и итальянского послов о том, что возвращение Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины является временным решением, так как Германия и Италия, занятые в настоящий момент ведением военных действий на Западе, не могут оказать вооруженной помощи Румынии. Впоследствии же Румыния в качестве компенсации за правильное понимание момента сможет получить не только Бессарабию, но и Молдавскую республику. Здесь, кстати, интересно упомянуть и о реакции Соединенных Штатов Америки на действия СССР в Восточной Европе летом 40-го года. Слайд номер 14. Здесь уже два спецсообщения. Из сохранившихся архивных документов можно узнать о том, что в тот период США стремились к улучшению отношений с Советским Союзом, и его действия в прибалтийских странах рассматривали вполне благоприятно. Мероприятием СССР в Бессарабии американское правительство относилось также благожелательно, рассматривая их, прежде всего, как оборонительные мероприятия СССР против Германии. Напротив, советско-германские отношения именно летом 40-го года начали постепенно ухудшаться. После разгрома Франции Третий Рейх стал доминирующей силой в Европе, а его руководство поставило перед собой цель уничтожить Советский Союз. Как известно, решение начать войну против СССР в 41-м году Гитлер принял спустя месяц после завершения военной кампании на Западе, то есть в конце июля 40-го. Примерно в это же время начались переброски частей вермахта к советским границам. Уже 9 июля 40-го года германский военный атташеф в СССР Эрнст Кёстринг по поручению своего руководства поставил в известность генеральный штаб Красной Армии о том, что в ближайшее время в Восточной Пруссии и в Польше будут произведены большие передвижения войск. Как сообщил Кёстринг, это было связано с решением германского командования перебросить войска на постоянные места дислокации и создать на польской территории новые гарнизоны, так как на Западе немцам теперь не нужно было держать много воинских формирований. Слайд номер 15. Это вот важная шифр телеграмма. На следующий день, 10 июля 40-го года, помощник советского военного атташеф Германии Николай Скорняков направил в Москву шифр телеграмма, в которой отмечал, что немцы за последнее время уделяют большое внимание Востоку. Вполне возможно, что это связано с действиями СССР в Прибалтике и в Румынии. Они стремятся создать новый союз на Балканах, который своим острием был бы направлен против СССР. Их военные переброски на Восток являются, если возможно, и непрямым действием или ответом на действия СССР. То, во всяком случае, это, во-первых, попытка привлечь на свою сторону балканские страны, и, во-вторых, это создание известной угрозы СССР. Кроме того, Скорняков сообщал, что, по мнению иностранных военных дипломатов, аккредитованных в Берлине, немцы смогут использовать против СССР финнов под предблогом реванша, румын за Бессарабию, венгров, их боясь за Карпатскую Русь, турок, их боясь за проливы, болгары, их желание получить добру же. При этом Гитлер предполагает возглавить Восточный фронт, если там развернутся события. Интересно также отметить, что, готовясь к вооруженному противостоянию с Советским Союзом, нацистская Германия делала ставку на русских и украинских националистов. Так, например, по данным советской военной разведки, в Варшаве при участии немцев был создан так называемый Русский национальный комитет, РНК, в состав которого вошли русские и украинцы, проживавшие на территории Польши, а также русские белоэмигранты, под видом различных замаскированных обществ и отделов, РНК проводил антисоветскую деятельность и разведку против СССР, особенно против Украины, Кавказа и войск Красной Армии, размещенных в Латвии, Литве и Эстонии. Руководство комитетом осуществлялось из Берлина, бывшим русским генералом Бискубским. Со стороны германских властей широкой поддержкой, также пользуясь украинские националистические организации, существовавшие в то время в нацистской Германии. Слайд номер 16. Спасибо. Весной 40-го года разведывательное управление Красной Армии подготовило для руководства Наркомата обороны СССР аналитический материал, который освещал деятельность, организационное построение и состав трех наиболее крупных украинских националистических организаций «Воля», «Громада» и «УНО». Как отмечал в служебной записке начальник разведуправления Красной Армии Иван Проскуров, подрывная работа этих организаций, направленная против СССР и преследовавшая создание самостийной Украины, широко поощрялась руководством Германии. Летом 40-го года советской военной разведке стало известно о создании в Германии украинской молодежной националистической боевой организации, которая насчитывала около двух тысяч человек и предназначалась для действий на Восточном фронте в случае войны против СССР. Эти сведения были включены в сводку разведуправления Красной Армии по событиям на Западе от 16 июня 40-го года. В конце этого документа делался важный вывод. Сколачивание антисоветских украинских националистических организаций продолжается при прямой поддержке со стороны германских властей. Слайд номер 17. Разведывательный отдел Киевского особого военного округа КОВА также уделял большое внимание деятельности украинских националистов. В частности, в одной из сводок разведотдела КОВА за август 40-го года этому вопросу был посвящен целый параграф. В нем подробно освещались работы так называемых украинских комитетов, созданных в Германии и на территории бывшей Польши, планы украинских националистов по созданию великой независимой Украины от Сана до Кавказа, которая должна была существовать под правительством Германии, а также активизация усилий немцев по вербовке добровольцев в украинские националистические формирования, которые использовались для охраны государственных границ, промышленных предприятий и для подавления восстаний на оккупированной Германии польской территории. С конца лета 1940 года нарастание противоречий между СССР и Германией усилилось. В августе 1940 года под эгидой Германии и Италии состоялся так называемый второй Венский арбитраж, в результате которого румынская Трансильвания была разделена на две части и северную часть правительства Румынии вынуждено было передать Венгрию. В Кремле это расценили как нарушение третьей статьи советско-германского договора о ненападении 1939 года, поскольку германское правительство не стало консультироваться по данному вопросу с советским правительством, а только поставило его в известность о совершившихся фактах. Слайд номер 18. Негативную реакцию Москвы вызвало и заключение 27 сентября 1940 года Тройственного пакта военно-политического союза Германии, Италии и Японии. Официальный визит наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Берлин, состоявшийся в ноябре 1940 года, также выявил нараставшие советско-германские противоречия. Слайд номер 19. Как известно, 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер 21, в которой был изложен окончательный вариант плана войны Германии против СССР. Наверное, вряд ли найдется человек, который бы не слышал, что в соответствии с этим планом, получившим кодовое номинование Барбаросса, предполагалось создать три группы армий, северную, центральную и южную, быстро разгромить советские войска в приграничных сражениях, захватить Москву и в конечном итоге выйти на линию Архангельс «Болга-Астр». На самом деле Гитлер не считал взятие Москвы главной целью восточного похода. Германский рейхсканцлер и верховный главнокомандующий вермахта, в целом одобрив наработки генштабистов, в то же время заметил, что после раскола советского фронта в центре и выхода к Днепру на московском направлении, необходимо осуществить поворот части сил главной центральной группировки на север и юг, разгромить во взаимодействии с северной и южной группировками советские войска в Прибалтике и на Украине, в результате чего СССР оказался бы отрезанным от Балтийского и Черного морей и лишился бы важнейших энергетических районах и только после этого приступить к захвату Москвы. Слайд номер 20. Вот по воспоминаниям очевидцев, в частности генерала Гальдера, когда главнокомандующий сухопутными войсками вермахта Вальтер фон Брауфщич попытался обратить внимание на значение Москвы как центра коммуникации, промышленности и сосредоточения военных усилий России, Гитлер отреагировал на это неожиданное раздражение, заявив, что не следует видеть в столице вражеского государства самодавляющую цель. Свою точку зрения о важности окружения группировок Красной Армии в Прибалтике и на Украине путем поворота наступающих войск соответственно на север и юг Гитлер обосновывал необходимостью первоочередного владения районом Балтийского моря, чтобы обеспечить беспрепятственный подвоз железной руды из Швеции и Донбасса, где находился один из советских топливно-энергетических центров. К 31 января 41 года на основе плана Барбаросса была составлена директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск вермахта. В этом документе подтверждались замыслы разгрома СССР в быстротечной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии и поворота части сил группы армий Центр для уничтожения взаимодействия с группой армий Север советских войск Прибалтики. Однако, вместе с тем, делалась следующая оговорка. В случае внезапного и полного разгрома русских сил на севере России поворот войск на Север отпадает и может встать вопрос о немедленном ударе на Москву. Можно вернуть слайд 19. В свою очередь, в 1939-1941 годах советское правительство не исключало вооруженного столкновения СССР с Германией и ее союзниками и оценивая общую ситуацию в Европе и Азии вынуждено было держать наиболее крупные группировки войск Красной Армии именно в западных приграничных военных округах. При этом советская разведка сделала все возможное, чтобы вскрыть реальные замыслы и планы вероятных противников СССР. Как уже говорилось, план Барбароса был утвержден 18 декабря 1940 года, а спустя несколько дней 29 декабря помощник советского военного атташе в Германии полковник Скорняков направил в Москву шифр-телеграмму следующего содержания. Альта сообщила, что ариец от высоко информированных военных кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в марте 1941 года. Дано задание о проверке и уточнении этих сведений. Как теперь известно, псевдонимом Альта пользовалась немецкая журналистка и руководитель разведгруппы советской военной разведки в Берлине Ильза Штёбе, а псевдоним Ариез был присвоен сотруднику германского министерства иностранных дел Рудольфу фон Шельвер. Получив важную информацию о военных приготовлениях Германии, начальник разведывательного управления генштаба Красной армии Филипп Голиков потребовал более внятного освещения вопроса и приказал уточнить, кто эти высокоинформированные военные круги. И уже 4 января 1941 года из Берлина была получена новая шифр-телеграмма, в которой сообщалось, Альта запросила у Арица подтверждение правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 года. Ариец подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. Наконец, стоит упомянуть еще об одном важном документе. Это агентурное сообщение Альты от 28 февраля 1941 года, в котором уже более подробно говорилось о подготовке и направлениях германского наступления на СССР. Конкретно Альта сообщала следующее. Посвященные военные круги по-прежнему стоят на той точке зрения, что совершенно определенная война с Россией начнется уже в этом году. Подготовительные мероприятия для этого должны быть уже далеко продвинуты вперед. Сформированы три группы армии, а именно под командованием маршала Бока, Рунштета и Ритера фон Лейба. Группа армий Кенигсберг должна наступать в направлении Петербург. Группа армий Варшава в направлении Москва. Группа армий Позин в направлении Киев. Предполагаемая дата начала действий якобы 20 мая. Запланирован по всей видимости охватывающий удар в районе Пинска силами 120 немецких дивизий. Подготовительные мероприятия, например, привели к тому, что говорящие по-русски офицеры и унтер-офицеры распределены по штабам. Кроме того, уже строятся бронепоезда с шириной колеи, как в России. Действительно, к началу весны 1941 года подготовка к нападению на СССР уже шла полным ходом. В феврале 1941 года началось сосредоточение и развертывание сил вторжения в соответствии с планом Барбаросса, который предусматривал нанесение тремя группами армий решительных ударов в общих направлениях на Ленинград, Москву и Киев. Поставьте, пожалуйста, слайд номер 21. В апреле 1941 года Германия при участии Италии и Венгрии успешно провела Балканскую кампанию. Югославия и Греция в считанные дни потерпели поражение и вынуждены были капитулировать. В то же время события на Балканах вынудили Гитлера отсрочить нападение на СССР, которое первоначально намечалось на середину мая 1941 года. 30 апреля на очередном совещании военно-политического руководства Германии было принято окончательное решение о начале операции Барбаросса 22 июня 1941 года. В ходе подготовки Германии к нападению на Советский Союз активизировалась деятельность германских спецслужб. 12 апреля 1941 года заместитель Наркома внутренних дел СССР генерал-лейтенант Масленников направил в ЦК ВКПБ и Совнарком СССР докладную записку, в которой отмечался значительный рост активности германской разведки по заброске агентуры на советскую территорию. Если за весь 1940 год пограничными отрядами НКВД СССР было задержано 232 агента германской разведки, то только за январь-март 1941 года было задержано и разоблачено 153 агента. Все не имели задания собирать разведданные о частях Красной Армии, строительстве оборонительных сооружений, железных, шоссейных дорог и мостов. Советскими пограничниками также фиксировались случаи использования немцами для разведывательной работы польских националистических организаций и переброски на территорию СССР вооруженных банк, состоящих из членов этих организаций. В первой половине 1941 года значительно возросло и количество нарушений советской границы германскими самолетами. Если в период с 28 сентября 1939 года по 16 октября 1940 года со стороны Германии нарушили границу 120 самолетов, то в последующие 8 месяцев уже 185. Причем только за май и первые 10 дней июня 1941 года границу СССР нарушил 91 германский самолет. Как докладывал Сталину и Молотову нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия, нарушение советской границы германскими самолетами носили не случайный характер, что подтверждалось направлением и глубиной полетов над советской территорией. В ряде случаев германские самолеты пролетали до 100 и более километров, особенно в направлении районов, где строились оборонительные сооружения и располагались крупные гарнизоны Красной Армии. Слайд номер 22. Непосредственно перед вторжением вермахта в пределы СССР обстановка на советско-германской границе накалялась с каждым днем. В справке Главного управления пограничных войск НКВД СССР, составленной 20 июня 1941 года, указывалось, что за период с 10 по 19 июня включительно пограничниками было зафиксировано 86 случаев нарушения границы СССР иностранными самолетами, из них 63 со стороны Германии. О скором начале войны свидетельствовало и поведение германских дипломатов. По агентурным данным Наркомата госбезопасности СССР, 9 июня 1941 года германское посольство Москве получило телеграфное распоряжение подготовиться к эвакуации, после чего начался массовый отъезд сотрудников посольства на родину. С 10 по 17 июня 1941 года в Германию выехало 34 человека. Наряду с этим производилась спешная отправка в Германию служебных бумаг, а часть из них сжигалась на месте. 18 июня 1941 года германский посол в Москве граф Шуленбург в беседе с итальянским послом Августа Россо дал понять последнему, что конфликт между Советским Союзом и Германией неизбежен. Слайд номер 23. 21 июня 1941 года Шуленбург был вызван в наркомат иностранных дел СССР, где Молотов, вручив послу копию заявления по поводу многочисленных нарушений германскими самолетами советской границы, попытался выяснить, каковы причины массового отъезда из Москвы германских дипломатов и чем вызваны слухи о скорой войне между СССР и Германией. Сославшись на свою неосведомленность, Шуленбург не ответил на поставленные вопросы, о чем Молотов выразил сожаление. И 24 слайд. Ну и в конечном итоге, спустя несколько часов после окончания этой беседы германский посол вновь встретился с Молотовым, чтобы сделать важные сообщения. По поручению германского правительства Шуленбург зачитал ноту об объявлении Германии войны Советскому Союзу. В итоге кризис в советско-германских отношениях достиг своей кульминации. Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в период с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года СССР и Германия не были ни союзниками во Второй мировой войне, ни даже стратегическими партнерами. Заключенные в 1939 году советско-германские договоры не жили непримиримых противоречий между две странами. Вооруженное столкновение СССР с нацистской Германией было неизбежным, что и произошло летом 1941 года. Спасибо за внимание. Спасибо большое Валерий Александрович за возможность познакомиться с очень уникальными документами, рассекреченных вашим архивом. И я думаю, будут вопросы у наших студентов. Очень интересная тема. Вопросы будут? Есть вопрос у нас? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Студент 2-го курса отделения феологии и истории Садыиков Тимур Елабужского института КФУ. Упоминая об отношениях СССР к Германию и говоря уже о событиях 1941 года, часто в хрониках всплывает такой факт, что 1 мая 1941 года в Москве был проведен парад, в ходе которых произошла встреча непосредственно между советскими главнокомандующими, в частности Тимошенко, и немецкими верховными главнокомандующими силами. В ходе данного парада была продемонстрирована военная техника СССР, и в данном случае хотелось бы задать вопрос, как вы трактуете данное такое сближение перед непосредственным началом Великой Отечественной войны? Спасибо. Мне известно, что был такой парад, там присутствовали иностранные дипломаты. Также известно, что 5 мая 1941 года состоялся выпуск слушателей военных академий Красной Армии, на котором выступил Сталин, и он заявил, что необходимо переходить от политики обороны к наступлению. Это очень знаменитая речь, она обсуждалась в 90-е годы в отечественной и зарубежной историографии. Ну, что можно сказать, в ближайшие месяцы Федеральное архивное агентство вместе с ведомственными и государственными архивами выложит в общий доступ вторую часть обширного комплекса документов, посвященной первому периоду Второй мировой войны, то есть с 1 сентября 1939 по 22 июня 1941 года, и там можно будет ознакомиться с многими документами, фотографиями, в том числе мая 1941 года, ну и я бы хотел всех участников, всех, кто слушает эту прослушив эту лекцию, пригласить ознакомиться летом этого года с вновь введенными в научный оборот документами. Спасибо большое, Валерий Александрович, что предоставляете нам возможность работать с этими документами, что ваш архив предоставляет возможность работать с документами. Вопросы еще из зала будут? Еще один вопрос у нас есть, но только по регламенту очень коротко попрошу. Здравствуйте, меня зовут Туманчик Кирилл, третий курс отделения филологии истории, историческое отделение. Изучая вообще историю таких советских германских отношений, наткнулся на такое мнение о том, что пакт Молотова-Риббентропа является своеобразной реакцией на Мюнхенский сговор 1938 года. Как вы считаете, так ли это? Да, договор о ненападении был вынужден шагом со стороны советского руководства. В 2019 году, я уже упоминал об этом, у нас по этой теме была целая выставка, которая работала в Москве летом-осенью 2019 года. Мы там демонстрировали подлинные листы этого договора, секретные, дополнительный протокол. Ну и конечно все события 1939 года, они вытекают из событий кануна Второй мировой войны, когда Германия в 1938 приступила к реализации своих замыслов по завоеванию жизненного пространства в Европе. И можно сказать, что архивные документы свидетельствуют о том, что советский и германский договор о ненападении был заключен вынужденно только после того, как были исчерпаны все возможности после неудачных переговоров советско-англо-франко-советских переговоров в Москве летом, которые, как известно, проходили летом 1939 года. Спасибо большое, Валерий Александрович, за столь содержательное освещение этого трудного вопроса истории. И мы вас от души благодарим. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Объявляется 10-минутный перерыв, даже уже 5-минутный, потому что в 2 часа у нас лекция продолжится в этой же аудитории. Спасибо. 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 Спасибо.